Много уже конфигов различных ПК на канале, но нет ни одного подстранный бюджет в 95 тысяч рублей. Сегодня это исправим. На экранах у вас рубрика, что собрать, где я подбираю комплектующие под ваш бюджет. А сегодня у нас сборка за 95 тысяч рублей на процессоре от Intel. Но сначала быстрая реклама моей группы в ВК, там ты найдешь много интересного ПК и даже сам можешь предложить новости или мемы. А также сможешь заказать подбор комплектующих под свой бюджет. Ссылка в описании. В качестве процессора выбрал Intel Core i5-10400F. Вышел процессор в 2020 году на сокете LGA1200. Архитектура Comet Lake S по 14-нанометровому техпроцессу. Имеет 6 ядер и 12 потоков. В базе ядра работает на частоте в 2900 МГц. В бюсте дает 4300 МГц. Поддерживает оперативную память DDR4 объемом до 128 ГБ. Кэшел третьего уровня 12 МБ. ТДП процессора в 65 Вт. Версия PCI-Express 3.0. А его цена составляет 13 499 рублей. Можете также брать с видео ядром, то есть без пометки F на конце, так как в некоторых магазинах так выходит даже дешевле. Но если у вас есть возможность вылезти из бюджета еще на 4000, то лучше берите i5-11400F. Материнскую плату выбрал от Asrock. Модель B560M Pro 4. Вышла материнская плата в этом году. Формфактор Micro ATX. Сокет LGA1200. Чипсет B560. Работает с памятью DDR4 с частотой до 4800 МГц. Поддерживает до 128 ГБ. Есть два разъема M.2 с поддержкой NVMe. Версия PCI-Express 4.0. А ее цена составляет 7 799 рублей. За относительно небольшую цену имеем нормальные цепи питания с радиаторами, что в будущем позволит поставить i7 10-го поколения, либо же замахнуться до i7 11-го поколения. Но под пиковыми нагрузками температуры будут высокими. Оперативную память выбрал GoodRama Iridium Wide двумя плашками на 16 ГБ. Выбранные в сборку GoodRama Iridium вышли в 2018 году. Тип памяти DDR4. В базе оперативная память работает на частоте в 3000 МГц. С таймингами 16, 18, 18, 36. Но без проблем разгоняются до 3200 МГц. А цена комплекта из 16 ГБ составляет всего 6099 рублей. Но лучше взять крушево-баллистиком тем же объемом. Цена будет на пару тысяч рублей выше. За охлаждение процессора будет отвечать Depco Gamma X300. Можете брать любую версию, как с подсветкой, так и без нее. В башне стоит 3 медных теплотрубки, которые могут поглотить до 130 Вт тепла. Что при TDP процессора в 65 Вт хватает с запасом. Максимальный уровень шума составляет 21 ДБ. А цена такой башни составляет 1499 рублей. Если замахиваясь на апгрейд, то башню нужно брать посерьезнее. Но для i5 хватит вполне. Перейдем к накопителям. Для операционной системы и программ берем SSD накопитель от Adata SU635 на 240 ГБ. Вышел этот накопитель в 2018 году. Скорость на запись 520 МБ в секунду. А на чтении 450 МБ в секунду. Его цена составляет 2399 рублей. Лучше, чем брать M.2 накопитель. Для всего остального берем жесткий диск от Seagate 7200 и Barracuda на 1 ТБ за 2899 рублей. Да, как вы уже поняли, это мой любимый жесткий диск. Питать нашу сборку будет блок питания от Cooler Master MVE 650W V2 на 650 Вт. Выпущен этот блок питания в 2019 году. Form Factor ATX. С сертификацией 80 Plus стандарт есть все технологии защиты, такие как защита от перегрузки по мощности, от перегрузки по напряжению, защита от перегрева, от пониженного напряжения и защита от короткого замыкания. Мощность по 12 вольтовой линии 648 Вт, а его цена составляет 4699 рублей. На такую сборку этот блок питания хватает с запасом. Переходим к больной теме, это видеокарта в нашей сборке. Буквально месяц назад в сборку за 100 тысяч рублей мы ставили AMD Radeon RX 6600 XT. Теперь же цена на нее практически сравнялась с RTX 3060 и стоит она под 70 тысяч рублей, что очень печально. У нас же остается только был вариант. Выбрал в нашу сборку MSI GeForce RTX 2060 Ventus GP UC. Вышел видеокарту в 2019 году. Имеет 6 гигабайт видеопамяти типа GDDR6. Чип построен по 12-нанометровому техпроцессу, который в базе работает на частоте в 1365 МГц. В Boost разгоняется до 1710 МГц. Версия PCI-Express 3.0. А ее цена на бау-рынг составляет 55 тысяч рублей. Это средняя цена по России, но в крайнем случае, если не хотите бау-карту, докидывайте 7-8 тысяч рублей и покупайте новую. В итоге весь ПК обойдется на 97943 рубля. Это с ценами чуть выше среднего. Если брать все в разных магазинах, то выходит чуть меньше 95 тысяч рублей. Получился хороший конфиг с возможностью апгрейда как по процессору, так и по видеокарте. Давайте теперь посмотрим, на что же способен данный ПК в играх. В этот раз тесты взял с канала Quality Benchmark. Начнем сегодня с PUBG Full HD, ультра настройки графики. В среднем получаем 120 кадров в секунду. Субтитры сделал DimaTorzok. CSGO Full HD высокие настройки графики. В среднем 289 кадров в секунду. Fortnite ультра настройки Full HD в среднем 170 кадров в секунду. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. GTA V ультра настройки. Тест FPS у вас на экране. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. DimaTorzok. Apex ультра настройки графики. В среднем 165 кадров в секунду. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДimaTorzok. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Клавдьюти Варзон. Высокие настройки графики. В среднем 110 кадров в секунду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Киберпанк 2077. Ультра настройки, Full HD. В среднем получаем 100 кадров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Как итог, получилась отличная сборка для игр Full HD с возможностью апгрейда. Да, цены не радуют все больше. Скоро для Full HD за 150 тысяч рублей собирать ПК будем. Ну, надеюсь, до этого не дойдет. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте про группу ВК, а также подписка на канал, лайк и комментарий. Всем пока и хороших цен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА